Я фронтенд-девелопер. Так получилось, что я практически все время нанимаюсь фронтендом, и его очень люблю. А также был очень модный подход. И понимаете, что мир фронтенда удивительно динамичный. И мой рассказ про Том, почему вот стед Вася, абстрактный стед Вася, который сидит рядом со мной в Open Space, круче, чем я. Почему вот он больше знает, как это сгибается, а я нет. Как вот мы зарастим хом, сидя по 8 часов за рабочим столом, и как удержаться на волне, вот эта вот метафора. Когда вокруг все бурлит, и как с этой доски не упасет водоворот информации, которая нас каждый день окружает. Как вы понимаете, большая часть нашей работы – это дневное обучение. Сами по себе вообще технологии меняются не очень быстро. К примеру, стандарт HTML и CSS принимали очень долго. Но вот подходы и различные идеи, которые вокруг технологии витают, они меняются практически каждый день. Вот у фронт-энд-девелопера, у JavaScript есть игра. Придумай слово, прибавь к нему JS, погугли, если такое слово есть, то пей. Я думаю, если такой группа играет на вечеринке, то конец вечеринки вы не запомните. Потому что количество библиотек, всяких фреймворков, которые можно реально подумать в такой игре, их очень много. То есть вы подумаете слово, гуглите, оно скорее всего есть. И эта ситуация как раз отражает то, что происходит в мире фронт-энда. То есть это стремительный поток. И вот на этой доске очень сложно держаться, не потянуть в пучение. Все очень быстро, ну прям очень быстро и как-то нужно с этим жить. Я думаю, что у каждого человека должен быть какой-то подход, рецепт. Если говорить языком программистов для программистов, то алгоритм. Это очень простой термин, все его понимают. И я расскажу про свой алгоритм, который я перенял, наверное, у людей, с которыми я как раз слежу в мире фронт-энда. У тех много получается, и тех, кто много знает информации, с ней делится. Этот алгоритм я обкоренял у них и адаптировал про себя. А каждый уже в свою очередь сможет адаптировать про себя и, возможно, что-то добавится. Алгоритм очень простой, он линейный, без всяких циклов, ифов и так далее. Это пять простых стейкменов. Это первый стейкмен. Следуйте за клёвами, следите за тех, кто распространяет информацию. Потом находите лучшие ресурсы, тощайте конференции, находите свои собственные источники и резервизм. Про каждый шаг я сейчас скажу отдельно. Follow two people. Наверное, в любой технологии, не только во фронт-энде, есть что-то типа звезд. Людей, которые светят ярко и своим исключением заражают другие звезды, чтобы они тоже светили. То есть это информация, которую они делятся со всем миром. Представьте, что мы относительно звездой сами начинаем светиться. Это есть в любой технологии, не только во фронт-энде. Не знаю, возьмём там Java World. Там по-любому есть люди, которые евангелисты, догадки технологии, рассказывают какие-то подходы, пишут блоги. И сейчас я расскажу про список людей, которые у меня есть в рассылке и по которым я стараюсь посмотреть. В качестве источника, кстати, посматривания я рекомендую Twitter. Вроде такой простой инструмент, и не надо там подписываться на Бритни Спирс или Криштан Роналду. Это реально классный инструмент, когда вы таргетированно набираете своих подписчиков. И это классный инструмент, знавать новости в очень сжатом виде и постоянно. Это реально хороший инструмент для вашего профессионального роста. Я думаю, каждый фронт-энд-девелопер слышал про имя Эдди Асмани. Кто слышал про Эдди Асмани? Так, один человек. Отлично, значит я здесь не зря. Эдди Асмани — это человек, который работает в Google. Чем известно Эдди Асмани? Он написал книгу по Google. Он руководит отделом, который развивает Chrome DevTools. Если вы слышали о инструменте Human Generator, он подошел к этому уроку. Он развивает полимер, веб-компоненты, подход. Он выступает практически на всех крутых контент-конференциях, рассказывает про оптимизацию памяти в JavaScript, про оптимизацию CSS, про препроцессинг. Все вещи, которые сейчас развиваются в достаточно быстром темпе, он подошел к этому уроку. И его освещение, презентации и подкасты — это источники абсолютно невероятных знаний. И если вы 10% хотя бы будете впитывать от него, вы уже будете очень крутым специалистом. Кстати, эта презентация, она вообще доступна онлайн. И все эти ссылки крикабельны. Если вы в какой-то домен отправите пресс, как на презентацию, 4 буквы, и перейдете по ссылочке, там все ссылки крикабельны. И вы сразу можете попадать на Twitter и сайт этих людей, которые я здесь упоминаю. Второй человек — это Аксин Раушмайер. На самом деле он даже доктор, у него здесь пишут DR. Он этим, видимо, очень гордится. На самом деле это классный человек. Он ведет блог duality.com. Это блог про JavaScript. В частности, он также организует конференцию München.js. Он написал книгу «Speaking JavaScript». Сейчас он очень активно продвигает и тоже пишет книгу про стандартного JavaScript'а ECMAScript 6. Пишет много в Twitter. Можно, в принципе, не расходить на его блог, а он там все ссылки постит. И можно оттуда рассказать то, что вам нравится. Сейчас там практически все про ECMAScript 6, потому что он, видимо, постит статьи в блог, видит своих глав книг. Дальше Бен Альман — это человек, который сделал грант, больше грант. Тоже, в принципе, достаточно активный участник Twitter, у него есть свой блог. Грант там пользуется очень много людей. И он бывает постит очень интересные ссылки, которые рассказывают про Frontend World и про автоматизацию. Ангус Кролл — это блогер, даже литератор. Он не так давно написал книгу, называется «Если бы Хеменгуэй писал на JavaScript'е. Такая классная книга. Она в таком неформальном виде рассказывает про подходы, которые используются с интернетурной точки зрения. Тоже интересно, если вы перейдете на презентацию, просто щелкните на ангус Кролл и вы перейдете на сайт, где эту книгу можно скачать и почитать. Крис Койер, я думаю, многие косвенно использовали сайт, может не знают лично, кто им этим управляет — это css-tricks.com. То есть все про CSS, про всякие типсы, прибуды, подходы — все на этом сайте. Его ведет Крис Койер. Также он ведет один интересный подкаст про JS на английском, о котором я расскажу чуть дальше. Брэд Фрост — это человек, который активно продвигает идеи про JS-мобильных приложений. Также очень много постит про responsive design и web service. И вот еще двоих человек. Я думаю, многие сразу узнали Джона Рейсика — это создательный jQuery библиотеки. У него тоже много достаточно интересного материала. у него есть блог. Дэвид Уолш — блогер про веб-стандарты, про веб-подходы, про JavaScript, CSS, в целом перемешка. И Крис Хейман до недавнего времени работал в Mozilla. Тоже евангелист, продвигает веб-стандарты. И его за Хантин Майклсов. Я не знаю, там его наверно. Вот. И еще такие ребята. Пол Ариш — это человек, который работает с ADS Money в команде DevTools. И также проводит очень много семинаров, воркшопов про JavaScript memory optimization, про различные виды сборок и так далее. С него тоже очень много подкастов. Они обычно выступают на Google DevFest, в каких-то конференциях именно в Штатах. И у них выучена презентация в виде воркшопах. И посмотрев 40 минут, ты можешь понять очень много. Особенно использование Chrome DevTools и оптимизация JavaScript. Cendry Sorcus — это, наверно, известно тем, кто использует Node.js. Огромное количество NPM пакетов, но влез пакетов, которые в бизнес для сборки — это описал Cendry Sorcus. Я не знаю. Он, наверно, один из самых продуктивных ребят на GitHub. Именно по количеству и качеству. То есть отношению к этому пакету. Реально, все стуки для сборки для Node.js. У него очень много всего написано. Тоже советую следить. У него код очень чистый. Заходишь и учишься. Просто в репозитории заглядываешь. И понимаешь, вот так люди пишут. И Джереми Эшкинесс — это создатель Node.js и CoffeeScript. Сейчас он поменьше пишет. Видимо, заработался. Раньше очень много посетил тоже. И вот ребята наши. Вадим Акеев — это евангелист оперы. В принципе, он продвигает вообще WebStandard. И ездит по России и СНГ с конференциями WebStandard Days. В Питере у нас была в прошлом дороге. В прошлом была. И в ближайших городах. В Лиге. В Москве. Вот. Робот Харитонов. В легендарное время я работал Frontend лидером входноклассников. Вот сейчас переехал в Амстердам. Но тюнивение на конференции всякие есть. И много чего постит. И спрашивает. Возможно, с ним они статистикуют. Сергей Бережной — это глава отдела разработки в Яндексе. Про БЭМ. Блок-элемент, компонент, подход. Это продвигает Сергей Бережной, и он автор этого подхода в принципе. Мы вместе с Виталием Харисовым, который здесь не указан, но работает в Яндексе. С него можно все узнать про БЭМ. Прям в Питере. Вот. В целом, это я просто рассказал про своих людей, к которым я слежу. Каким-либо образом. В целом, если вы используете эту библиотеку, не используйте просто ее слепо. Смотрите, кто ее написал. Погуглите этого человека. Возможно, он активно вам что-то расскажет из различных источников, блога из твитера. И запробуйте, не тратьте время в твитере на ненужные вещи. Следующий шаг – это найдите крутые источники помимо крутых людей. Здесь я рассказываю про, скажу, про перечень блогов и агрегаторов различных статей, про фронтенд и вебселл. DailyJS – это, по сути, блог, который каждый день пускает по две-три статьи трендовые. Он достаточно незатейливый, но имеет контент достаточно качественный. Тоже самое, примерно, ecoJS. Это, если вы знаете Happy News или Unready, в простом таком виде, статейки, за которые люди голосуют. И можно зайти и посмотреть, что сейчас на этой неделе популярно. HTML5.rocks – тоже очень известный блог про HTML, CSS. Там очень 20 статей немного. Fashion Magazine – один из самых, верно, моих любимых порталов, потому что там очень качественный подход к тому, в какие статьи куда будут попадать. Я совершил мнение, что там проходят статьи просто жесткую редактуру. Ребята из Яндекса пытались опубликовать статью на английском про Bell. Их там отворачивали просто раз пять, потому что конструкция предложений была лидературно некрасивая. Люди читали, и не очень красиво написано. Это просто жесткий контроль, и ты читаешь статьи, как книжки. Он из Германии вообще, этот блог, но там с русскими конями. Виталий Фридман им руководит. Также есть набор, наверное, Tuxbook Plus и Cold Drops. Хотя они тут вместе, они публикуют очень классные статьи про CSS3 и про различные контролы и вещи, которые поражают ваше выражение, которые позволят вам вдохновение подчеркнуть именно нестандартные подходы с анимациями для контролл. Что это присылает ваше мнение? Ну, наверное, Хаббер все знают. CSS3X – это как раз новый завтрак, которого я упоминал. Еще один очень важный инструмент, особенно если мы живем в большом городе и перемещаемся на метро – это подкасты. Это просто находка. Воткнул наушники в уши и, в принципе, ты можешь слушать какие-то вещи. И пока едешь на работу, окруженный людьми, отсюда на метро, знал какие-то вещи. Вот как раз опять же Крис Куэр, который ведет CSS3X, у него есть подкаст «ShopTalk». Он на английском языке. Так же, как и «Advance» и «Advance». Это три подкаста на английском языке. Они выходят минимум раз в неделю, бывает даже чаще. Приглашают какого-то человека и с ним общаются, к примеру. Кстати, в ходе библиотеки или какого-то подхода, или какого-нибудь портала. Здесь очень много вопросов, которые вы не всегда узнаете на сайте, просто в неформальном общении. Наверное, «Радио ТС» здесь вызывает вопросы. Причем я рассказывал про фронтент, а тут подкаст про докеры и про джава. Но, тем не менее, они достаточно хорошо освещают события в мире. И они, наверное, не знают про фронтент, а вообще про эти технологии. И, наверное, про фронтент, про JavaScript, самые горячие подкасты. Это «Радио Jazz» от ребят, которые сейчас проводят конференции «Москву Jazz» каждый месяц. И раз в две недели, наверное, они выпускают подкасты. Тоже приглашают ведущих разработчиков, ведущих компаний. Там у них был Сергей Бережной из «Яндекса», ребята из «Островка». Очень много ребят из разных компаний, которые обсуждают текущие новости из мира фронтенда за неделю, за две недели. А также пытаются углубиться в ту технологию, с которой работает этот человек. Например, с «Яндексом» кто-то про «Бэм» и так далее. Очень полезные инструменты. «Фронтклип» — это тоже джез-подкаст на русском языке. Когда я включал список, он начал развиваться. Сейчас я, к сожалению, не обладаю всей информацией, сколько у него выпусков. Но я думаю, штук пять есть. Тоже, если вам «Радио Jazz» надоел, можно послушать. И вот здесь есть ссылочки на рассылки. Возможно, у вас нет времени или вам не нравится в Twitter, у вас нет времени заходить на все эти сайты, читать. Есть специальные рассылки, которые старинкой посылают дайдерсты на вашу почту в конце недели. Если вам не хочется фильтровать весь контент вручную, хочется, чтобы из вас это все уже сделали и вы получали vision highlights за неделю, есть классные рассылки «JavaScript Weekly», «Frontend Record». «JavaScript Weekly», они также посылают Pro Ruby, Pro Web-технологии, Pro Node.js, если не ошибаюсь. Такие же рассылки. Просто новости за неделю. Эти все ссылки кликабельные, если вы передаете партнер. Также очень крутой инструмент в связи с движением за трендами — это GitHub. Вы просто заходите в раздел «Трендинг», собираете нужный вам язык, выбираете за последний день, за последнюю неделю или за последний месяц и сортируете. Так вы можете узнать, что сейчас горячее, что оно появилось и начали активно ее лайкать. То есть хороший инструмент позволяет увидеть какие-то новые вещи, которые, возможно, еще в стадии в блогах не появились и то иначе появляются. А здесь агрегаторы агрегаторов. Есть различные списки, которые дают ссылки на списки и вообще собирают всю информацию про Frontend. Всякие awesome JavaScript, awesome awesomeness — это список awesome листов. Типа awesome JavaScript, Node.js, Java и что-то нет. Тоже эти ссылки кликабельные можно перейти. Третий шаг алгоритма — это посещение конференции. Вообще, в целом, конференции, если вы читаете новости, то они вам вряд ли дадут многое в плане знаний. Потому что, как правило, конференция, деклар, ну что, 40 минут, не углубишься в детали, где он не достигнет за это время. Но он дает очень классные вещи, как общение. То есть можно узнать, чем живут люди, о чем они говорят, о наболевшем. Возможно, все эти вещи именно с вашим комьюнити, с Frontend-девелоперами или с девелоперами и с той технологией, которую вы используете. И это общение дает совершенно качественный скачок самосознания. Я расскажу про те JavaScript конференции, которые происходят не так далеко. И самые конкретные конференции. Вообще, в целом JavaScript конференций сейчас такое количество, что, я думаю, можно опять играть в эту игру. Назови город, добавь в JS, если такая конференция есть, то пей. Потому что Москва в JS, Буэнос-Айрес в JS, Париж в JS, Мюних в JS. Ну, я могу продолжать очень долго. А самая известная и классная конференция, наверное, в мире Frontend-да, это Frontier. Которая происходит в Амстердаме раз в год. Туда надо туда попасть. Какие-то европейские конференции стали настолько элитные, что туда попасть. Надо купить заранее за 8 месяцев билет за 800 евро. Но, слава богу, они публикуют видео. И можно просто не о чем они говорят. Также есть Cold Front. Это, по-моему, в Копенгагене. И Frontrends в Варшаве. Это вот то, что в Европе и, в принципе, не очень далеко. Очень много конференций в Сан-Франциско, в Нью-Йорке. Надо дальше лететь, я поэтому их не указал. WebStandard Days, о которых я сегодня уже говорил, это Вадим Макеев, который ездит по всей СНГ. И Китеринбург, Москва, Питер, Рига, Инст. Очень классные конференции. Они в себе включают не только JavaScript, CSS, Dev. Просто большой набор инструментов. В Питере в прошлом году было про SVG, много чего, про автоматизацию, про разработку на каких-то... Семь от своих было, по-моему. E-12 Conference — это Янцкая конференция, которая проходит раз в году в Москве. Она в себе тоже содержит различные стенды направления. Java, Frontend, машина обучения и так далее, дизайн. В этом году был достаточно интересный формат, потому что был дискуссионный стол. И люди сказали, что в мире творится веб. И пытались какие-то выводы сделать. Мастер JS — это ребята, которые делают подкаст RadioJS. Это я просто указал тоже ссылки, которые вы можете щелкнуть и перейти в различные видео с конференций. В Twitter — на конференции, которые публикуют различные ссылки на видео. И просто на GitHub'е ссылочка на конференции. Следующий шаг — это Get Your Own Sources. Что он на себя вообще вставляет. Я вот рассказал алгоритм, но это не догма. У всех людей собственное восприятие. И, возможно, вам что-то не понравится. Мне что-то не понравилось из-за того, что я вставлял этот алгоритм. Нужно понимать, что это не четкие правила. И можете их изменять. Вот, например, у Диасмани говорит, что, как правило, он все новости походит из Twitter и Google+. Вот, конечно, про Google+, я не знаю. Он работает в Гугле. Возможно, Google+, он пользуется, но мне… Ну, сомнительно. Также один девелопер говорит, что он может читать, но пока не начнет что-то делать, он не понимает эту технологию никогда. То есть он не может прочитать и понять. И он, как правило, делает маленькие проектики, которые занимают час во времени, и позволяет ему понять технологию именно самостоятельно. Некоторые говорят, что у них другой алгоритм, он проводит 20-30 минут, читая про ссылки. Вот. Если есть время, то покодить немножко и что-то попробовать. Если совсем все надоело, то идет на конференцию, чтобы получить вдохновение, какие-то новые идеи, общение с людьми. А если вообще все надоело, то пытаются даже смотреть другие технологии. То есть то, что не связано с вашей ежедневной работой, вообще мысли из другого мира. И последний шаг — это backup и knowledge. Чтобы все не потерять, это надо все запекать. Какие инструменты лично я использую? Я использую сервис ifs. Это связаться с языком. Это веб-сервис, который соединяет все веб-сервисы. Пример, простой пример. Самый простой. Сегодня плохая погода, будет дождь. Пришли мне смс-ку, что мне надо взять звонки. Соединяет прогноз погоды с sms-сервисом. К примеру, у вас есть tool application, в котором вы ставите задачи на день и их вычеркиваете. К примеру, вы хотите список вычерковных задач посылать раз в неделю к себе на e-mail. Видите, что я сделал за неделю. Вы говорите, что соедини этот сервис из него с API с почтовой рассылкой. Либо, к примеру, вы любите инстаграм, лайките различных котов и так далее. И вы хотите раз в месяц собирать все фотографии в одном месте. И вы говорите, что все лайки с инстаграма ложь мне в Dropbox. Если вам скачиваете фотографии, то вы можете лайкать и заложите в одном месте. То есть это сервис. Здесь видите Google почту, Facebook прогноз погоды, RSS. Очень много сервисов. Я его использую в такой связке. Я его использую в связке с Avernote. Avernote – это место, которое позволяет делать у вас каталог знаний. То есть вы прочитаете что-то. Кстати, вы читаете, нажали кнопочку Avernote – сохранить мой Blackboard. Он может с помощью расширения браузера запасить статью сразу же закинуть. К примеру, я еду в метро и пролистываю твиттер. У меня есть правило. Когда я ставлю лайк на твиттере, вложи мне ссылку в этом твите информацию в Avernote. Все, я не потерял. В конце недели, у меня есть время 2 часа, я хочу из того, что налайкил за неделю, что-то почитать более внимательно, если меня что-то зацепило реально. Я закажу в этот список на Avernote, и прощелкиваю, и прочитываю. Я уже сохраняю в виде статей. И вот таких источников очень много. Помимо твиттера, вы можете использовать, настроить, чтобы ваши RSS-подписки куда-нибудь присылались, нотифицировались. Так вам удобно. Не обязательно надо было Avernote или что-то решить. В целом, я просто проповедую то, что делитесь тем, вы знаете, с другими. Это помогает развиваться всем. Пробуйте, находите в алгоритм. Может у вас сразу не получится. Повторяйте, пробуйте. И в итоге, я думаю, как это надеется будет. Вот. У меня, наверное, все. Вот. Я хотел бы еще задать такой вопрос. Кто-нибудь знает какие-нибудь ресурсы, которых я не указал? Я выпишу сюда, и мы бы, наверное, сидим. Есть какие-нибудь вопросы, ребят? Вопрос есть. Вы правда верите, что можно, читая людей, звезд, начать светить салону? Вы не считаете, что есть смысл также в паблик делиться накопленными знаниями? Кто-нибудь знает, я прочитал 100 статей, вы для себя 10 каких-то идеи технологий, не важно чего, чего-то неких, неких сущностей. И для того, чтобы начать светить салону, нужно, наверное, как-то поделиться с людьми. Не знаю, там, Twitter, Facebook, там, что угодно. Я согласен абсолютно. Я здесь стою именно для этого. Если вы хотите, это хорошее... В плане этого нет и даже не поминается нигде. Это не догма. Это не догма. Как раз вот этот хороший кейс другого шага, другого отрида. Некоторые люди, чтобы им понять что-то, надо рассказать. То есть он научится рассказывать другому. Когда он научится рассказывать другому, он сам это даймёт. Это тоже очень хороший шаг. Если вы будете делиться ссылками с другими, и ты научишься с другими, будет лучше вы это знаете. Я с этим точно согласен. Это хороший шаг. Еще, ребята, вопрос. Если говорить о ресурсах, я бы хотела добавить очень крутой ресурс, который меня мотивирует. Не погрязнуть кучей информации. Это ToDo-менеджер. Отличный, на мой взгляд, называется Habit recommend. Может быть, кто-нибудь слышал? Это очень забавный геймифицированный сервис, в котором вы представляете себя. То есть у вас есть такой персонаж. Не знаю, все играли в RPG-игры, наверное. И все знают, что если ты, допустим, сам себе представляешь задачи, как в обычном ToDo-менеджере, и выполняя задачи, то есть вычеркивая их из списка, ты получаешь золото. А если... Серьезно? Золото? А если ты не выполняешь эту задачу, то, соответственно, если она стоит в списке обязательно, ты теряешь здоровье. Соответственно, ты можешь прокачать своего героя, купить кучу всяких примочек, которые повышают какие-то свои силу, что-то еще. То есть для того, чтобы получать больше золота за те же самые задачи. И я поймала себя на мысли, что вместо того, чтобы однажды вечером сходить потусить, я понимала, что, блин, если я не сделаю эту задачу, то я умру. И, собственно, я никуда не пошла и выполнила эту задачу. Просто, ну, в плане самой мотивации, когда порой ты понимаешь, что, ну, все, все надаряло, ничего не хочу. Такой достаточно забавный сервис именно ToDo-менеджер, который заставляет тебя растить персонажа. Ну, просто, я думаю, все люди видят это. Да, я тоже про него слышал. Реально, у некоторых людей мотивирует геймификация. Почему бы нет? Сейчас очень большой тренд по геймификации. Некоторые компании внедряют всякие очереди. И так далее. Это реально работает? Да. Кто еще что-нибудь поделится, было бы интересно слышать. что вы всегда за это брать от нас, и еще вам кто-то не верит. И он, может, помаду, для меня. Сейчас все презентации слышат. До конца. Вот, поэтому проходите. Давайте. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Да. Передаем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ